Телекомпания ВИД представляет. Продолжение следует... Радиактивное облако накрыло огромные территории Украины, Белоруссии, России. Эти территории превратились в зону, опасную для жизни. Радиация поразила сотни тысяч людей, которые даже не подозревали о Чернобыльской аварии. Здравствуйте. В эфире программа «Как это было». В том, что вы услышали, нет ничего необычного. Мы действительно могли и не узнать о Чернобыле. Ведь удалось скрыть, что в 1962 году произошло восстание рабочих в Новочеркасске. Ни слова в печати о вспышке сибирской язвы в Свердловске в 1979 году. Завесой молчания окружены 14 июльских дней 1999 года в станице Обливской Ростовской области. Эпидемия в станице унесла шесть жизней. Но дело не только в количестве жертв. Во Обливской происходило что-то непонятное, страшное. 5 июля в районную больницу начали поступать тяжелобольные с высокой температурой, ознобом и сильной головной болью. У некоторых регистрировались боли в желудке рвота. Через 9 дней, 14 июля, в интернете появилось сообщение. Неизвестная болезнь бушует в нашей станице. Есть жертвы. Его автор Виктор Скиден сегодня у нас в студии. Скажите, Виктор, а в какой момент вы почувствовали, что в станице происходит что-то неладное? 7-8 числа, когда вдоль реки расставили плакаты, на отнесе холера, и милиция, значит, всех отдыхающих отправляла по домам в Обливскую. Как вели себя люди? Вот о чем вы разговаривали при встрече со знакомыми на улице? Все ждали сообщений, как говорится, официальных властей. Ну, вот подряд две передачи как раз о близком телевидении, их не было, не вышли в эфир. Газета тоже ничего не писала. А какие версии выдвигались? Самая первая версия, это вот была как раз с отравой. Что якобы милиция остановила машину, какую-то отраву конфисковала и распространяла ее какими-то путями, по родственникам, знакомым и так далее. И, мол, после этого начали стравление. Неизвестность страшила. Люди были в растерянности. Семью в три часа ночи отправил последним поездом отсюда. Животные у меня погибли. Собачка одна, кошка, собака. Парализовала моментально, буквально. Ну, в самом деле, вы знаете, ведь была в станице мертвая тишина. Поедешь. Вот я любительница, да мне и надо, как по болезни своей. Я часто на велосипеде поеду. Боже мой, никого нет. Ну, у людей было настроение, конечно, мы сами были в тревоге. Потому что вот я, например, работаю уже более 20 лет. В моей жизни еще такого не было, такой инфекции. Что это инфекция? Конечно, это было нам непонятно. Отчего это? Откуда эта беда к нам пришла? Конечно, все были в тревоге. В воскресенье 4 июля глава администрации Аблифского района Сергей Трехсвояков собрал руководство района на совещание. Его сообщение было настолько тревожным, что решено было обратиться за помощью в область. В тот день на совещании присутствовала заместитель главы администрации Нелли Тесля. И вот сегодня Нелли Петровна гость нашей студии. Так, Нелли Петровна, все-таки давайте начнем с того. Была паника в станице или паники не было? Что вы можете сказать? Действительно, встревоженность была очень большая у населения. И те люди, кто имел возможность отправить детей своих куда-то за пределы района, за пределы районного центра, они вывозили. Но сказать, что все держали мы в тайне и в неведении было население, ну, я в корне с этим не соглашаюсь. Но в первое время, наверное, еще не все люди знали, да? Не вся столица и область. Конечно, конечно. А вот, Виктор, простите, а что вы можете сказать? Была паника в первые дни или нет? Какое ощущение у вас было? Паника началась, самая большая паника началась после похорон дочери Фреймана. Когда ее похоронили салатаном в мешке. Простите, а чьей дочери? Фреймана. Это милиционера. Вторая умершая. А вот что на совещании в администрации сообщил главврач больницы? Что? Изложил в хронологическом порядке о том, как поступил первый больной, какие признаки были болезни, что действительно квалифицировать не могли врачи, поэтому прибегли к помощи. И не только области, а уже к этому времени к нам из Москвы приехали. Тревогу главврача можно понять. Один больной с непонятными симптомами – это просто медицинский факт. Второй больной с такими же признаками болезни – это уже тенденция. И вот сегодня главный врач районной больницы Вартан Григорьевич Трепель у нас в студии. Вартан Григорьевич, а сталкивались ли вы когда-либо с чем-то подобным в своей практике? Было когда-нибудь такое? После смерти первого больного Расманова, действительно, когда его произвели вскрытие, то на патологоанатомическом вскрытии мы увидели массивные кровоизлияния. Вот когда мы увидели массивные кровоизлияния, тогда мы уже поняли, что, в общем-то, мы имеем дело не с обычной какой-то вирусной инфекцией. А когда вы поняли, что силами только ваших врачей вам не справиться? Ну, собственно, это положение, которому мы неукоснительно придерживаемся. Как только поступает три больше больных, значит, мы тут же обязаны сигнализировать в область, что имеется уже вспышечная ситуация. А нужно ли было вводить карантин? А карантин, собственно, мы и не вводили. Карантин не вводят, а ситуация ухудшается с каждым часом. В Сланицу прибывают специалисты Центра госсанэпиднадзора области Ростовского медуниверситета. Приезжают специалисты из Москвы. Среди них Олег Юрин, старший научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии, кандидат медицинских наук. Сегодня он у нас в студии. Олег Геральдович, вот что настораживает? Вы знаете, в тот момент в стране было достаточно серьезных эпидемиологических ситуаций. Вот у меня есть здесь всякие свидетельства, бумажки. Смотрите, Сахалинская область в то время, Приморский край, Ставропольский край, Новосибирский край. А внимание специалистов почему-то сосредотачивается именно на Обливской. Вот это странно. Почему? Объясните. Ну, не совсем ясно, не совсем, так сказать, типичная была клиника, что не было там в начале, то есть с эпидемиологической, которая обычно бывает. Но, тем не менее, так сказать, вот на это и остановились, что это какая-то арбовирусная инфекция. Вартан Григорьевич, скажите, пожалуйста, а как был поставлен диагноз? Из Волгограда прибыл директор Волгоградского противочумного института. И у него уже на руках были пять анализов, которые мы брали на антитела конго-крымской, ну, мы брали к различным вирусным заболеваниям. И он уже прибыл с пятью анализами, где были обнаружены антитела конго-крымской геморрагической лихорадки. Мы связались с сотрудниками Волгоградского противочумного института. Предварительный диагноз мы сразу же где-то в пределах шести часов поставили и по клинике сходной, так сказать, и по заражению этим заболеванием. Мы пришли к выводу, что имеется крымская конго-крымская лихорадка. И затем начали по этому именно заболеванию усиленно работать, чтобы наш диагноз приблизился к более точному. То есть на сегодняшний день нет сомнений, что это действительно была конго-крымская лихорадка, так я понимаю? В принципе, мало того, что обнаружены антитела конго-крымской геморрагической лихорадки на сегодняшний день у 27 человек, помимо этого выясен еще и сам вирус. Причем вирус выясен как из секционного материала одного погибшего человека, так и из культуры крови человека, переболевшего этим заболеванием. Хорошо, спасибо. А как тогда относиться вот к таким фактам? Рассказывает врач обливской больнице Ольга Пастухова. Диагноз поставлен, конечно. Полностью клиника не укладывалась в этот диагноз. Не было таких выраженных высыпаний на коже, ни у кого не было. Вот таких кровотечений, выраженных, как даже врачи рассказывали из шахт, которых было когда-то, по-моему, в 68-м, не точно, точно не помню. У них было явление, эти заболевания крымской лихорадкой. Вот до того доходило, что проведешь по коже, и капельки крови выступают. И буквально кровавые слезы текут. Вартан Григорьевич, получается, что результатам анализов не совсем можно доверять, если возможны вот такие случаи? Да, это то, что сказала Ольга Александровна, это, в общем-то, картина, то, что она описывается в учебнике. Классическая картина. Ну, классическая картина, это редко, чтобы она вот так вот появлялась, без каких-то вот изменений, вариабельности. И так вы настаиваете, да, на официальном диагнозе? Сомнений на сегодняшний день не вызывает, а факт того, что выделен сам вирус, это уже дает основания быть... Материалы из Облицкой были доставлены в Москву в ЦНИИ вирусологии, ведущие научные учреждения по вирусам. Специалисты Института полиэмилита и энцефалита тоже занимались диагнозом болезни в Облицкой. Вот их мнение. На клеточных культурах, на новорожденных белых мышах пытались выделить вирус. Выделить не удалось ничего. Кроме того, были доставлены еще сыворотки больных. Вторых сывороток, после того, как мы сказали, что результаты отрицательные, нам отказались просто категорически, на отрез отказались давать последующие материалы, без которых вообще нельзя было сделать никаких выводов. Кто отказал? Отказал СССР, но, как они говорили, по приказу Анищенко. Странно как-то получается. Главный санитарный врач России Анищенко не допускает наиболее квалифицированных специалистов к анализу ситуации. В образцах не обнаруживается конго-крымская лихорадка. Как вы это прокомментируете, Вартан Григорьевич? Ну, то, что было сделано в Московском научно-исследовательском институте, я комментировать не могу, поскольку я абсолютно не знаю, как туда был доставлен материал, был ли он доставлен с нарушениями или без нарушений. И то, что было выявлено в Ростовском противочумном институте, и у нас есть анализы, выделен вирус и из секционного материала, и из материала больного человека, это не вызывает сомнения. Все это можно было бы считать научной дискуссией специалистов, если бы, во-первых, дело не казалось здоровью людей, их жизни и смерти, а во-вторых, и это главное, странное поведение властей. Логичнее предположить самый опасный вариант, если он будет опровергнут. Ну что ж, слава богу. Вспомним, как действовали власти Японии, когда в марте 95-го религиозная секта Аум-Синрике произвела газовую атаку в токийском метро. Первое, что сделал японский парламент, это оповестил страну, что группа религиозных фанатиков располагает химическим оружием. По тревоге были подняты войска и полиция. Центральный район Токио в течение 45 минут блокирован, из него были эвакуированы люди. В течение суток служба безопасности арестовала всех функционеров Аум-Синрике и провела обыски в их офисах и на их учебных базах. Химическое оружие не было обнаружено, но количество пострадавших удалось свести к минимуму. Не возникло ни паники, ни недоуменных вопросов. А вот в самой Обливской твердо уверены, никакая это не лихорадка, это следы бактериологического оружия. Это так? Вы знаете, когда вот началась только вспышка, первая смерть, вторая, третья, ну очень муссировались у нас в районе именно слухи о том, что это бак оружия, бак оружия. Ну понимаете, унесла, это неизвестная болезнь, одну жизнь, вторую, третью, четвертую. Но когда все это остановилось на шестерых, конечно, это трагедия, это горе, это неизбывно, но все-таки шесть человек. Постепенно стали отходить сами люди от этой мысли. Как вы относитесь к этому мнению? Дело в том, что вот, видимо, люди устроены так, что версия, которая более неправдоподобна, она и считается им самой реальной. Олег Гиральевич, как вы относитесь к мнению, к этой версии об бактериологическом оружии? Ну, она возникала с самого начала. Тут я считаю, что маловероятно, что это могло быть использовано бактериологическое оружие какими-то террористами и так далее. Спасибо. Нелли Петровна, вот вы лицо облеченной властью, пусть даже районной. Вот скажите, допускаете ли вы, что сегодня в нашей стране возможен доступ, такой несанкционированный доступ к бактериологическому оружию? То есть можно прийти, кто-то может прийти, взять и применить его, так сказать, по своему назначению, со своими намерениями. Это возможно сейчас в нашей стране. Я поняла ваш вопрос. И вы знаете, именно в такой постановке и мы на своем уровне очень много обсуждали. И вы знаете, мы в итоге, потому что уже, ну, достаточное количество времени прошло, абсолютно убеждены в том, что как раз таки вот в отношении БАК, оружия, как вот у нас там в районе говорят, это невозможно сделать. Невозможно. Все-таки, ну, есть еще те точки, где прилагаются максимум организованности и усилий. В обстановке хаоса и неопределенности, которые сопровождали развал Советского Союза, на объектах, где разрабатывалось химическое и бактериологическое оружие, происходили страшные вещи. Андрей Вервихвост работал на Аральском море, когда там ликвидировался полигон, где разрабатывалось и испытывалось бактериологическое и химическое оружие. На территории Каракалпаки были два полигона, БАК-полигон на острове Возрождения и химполигон, химический полигон на пустыне Платоустер. Когда был написан договор, заключенный между странами России, Узбекистаном, о выводе российских войск, в этот очень быстро эвакуировали, старались быстро эвакуировать этот институт. Ну и, конечно, я был в этом институте после этой эвакуации. Там кошмаш вытворилось. Побросали очень ценную технику. Очень много ядов было просто рассыпано. Причем ядов можно было найти и сианисты, и соединения ртуть, раз это попало. Ну и вполне возможно, что там так же относились и к тем запасам химического и бактериологического оружия, которое там и хранилось. Итак, есть серьезное сомнение, что в Обливской была вспышка именно геморрагической лихорадки. Так что же это было? Когда в Чечне к власти пришел Дудаев, оттуда спешно вывозились штаммы вирусов военного назначения. Но все ли вывезли? Шамиль Басаев недавно пообещал развязать химическую и бактериологическую войну на территории России. После взрывов жилых домов в Москве и в Волгодонске, это совсем недалеко от Обливской. Допускаешь и такой вариант терроризма? Напомню, что мы, скорее всего, ничего бы не узнали о событиях в Обливской, если бы не изобретение века. Интернет. В Волгограде в этом году от неопознанной болезни погибли 35 человек, и это осталось фактом местного значения. А в Обливской неизвестная болезнь унесла жизни 6 человек, и станица стала известна на весь мир. Почему? Причина в том, что в Волгограде не оказалось такого человека, как Виктор Скиднен. Именно он выбросил в интернет СОС. Вот первые сообщения. 13 июля. Неизвестная болезнь бушует в нашей станице. Есть жертва. Увезли в больницу соседку. Звонил товарищ, говорит, что выезд перекрыли. Улицы заметно опустили. 15 июля. Еще жив. Заходил в аптеку, толпа тянет все, что можно. Хлорку уже разобрали. 19 июля. Пресса молчит. Медики ничего не сообщают. Заражаются целые семьи. За эти сообщения в станице многие благодарны. Виктор. Ну, наша семья так ему благодарна. Виктор Федоровича Скидану. Виктор Федоровича Скидану, да. И он ясно пояснил всем. Газеты стали публиковать, что это страшное. Это не просто такая вот единственная единичная смерть. Это что-то страшное влечет за этим. Фактически я семью-то отправил, когда вот Виктор вышел в интернет, сообщил. И когда начало это все дело раскручивать, что сюда комиссия действительно направлена, что действительно столько человек попало в больницу, что умирают люди. Нелли Петровна, а как вы думаете, можно ли без проверки запустить любую информацию в интернет? Или нельзя? Ну, знаете, если это на страничке слухи, да туда, по-моему, сбрасывают все, что кому в голову взбредет. А почему нет, конечно. Но я же не могу согласиться, вот она газета, вот они 11 номеров у нас газет. До того, как он вышел в интернет, мы все публиковали до единого слова. Ну, то, что мы рассматривали у себя, то, что мы... За какое число там первая газетка у вас? Вот у меня в руках за 14 июля. 14 прошла неделя уже, да. А потом через 2-3 дня, ну это же газеты, это же у нас ежедневная выдача. 14-е, 5-го, начало 5-е, о, да, это 10 дней прошло. А 11-го у нас местное телевидение уже была телепередача, и каждый день, по 2 раза в день выходила. Выходила, да? Да, конечно. Это когда уже вышла передача? 11-го июля уже была. А смерти когда наступили? 8-го, первая смерть была. А 11-го только телевидение, 14-го только газета? 9-го, 10-го, 11-го телевидение, 14-го газета, и потом... А почему такая замедленная реакция у репортеров, у журналистов? Там какой-то, что у вас такое происходит? Ну, у нас 2 раза в неделю выходит газета. Это же местная газета районная. Ну, хорошо, значит, вы говорите, что в интернет сбрасывается все, что попало, да? Как в мусорную яму. Есть такие, такие странички там есть, домыслы и слухи. Этот же вопрос мы задали специалисту, менеджеру той самой провайдерской фирмы, которая поместила на первой странице своего сервера сообщение Виктора Скидена. Когда он мне сообщил, что у них эпидемия, я думал, человек шутит. Ну, разные шутки бывают, бывают глупые. Тем более, я не знаю этого человека, даже в глаза не видел, не знаю, как он выглядит. А потом пришел домой, вечером по южному региону прошло сообщение. Мол, в станице Абливской люди болеют, выпили грязной воды, дизентерия, обращаются в больницу много, а народ несознательный, говорят, эпидемия. Вот в таком духе. Вот я сразу понял, что что-то не то. 13 числа я пришел на работу, связался с Виктором. Узнал, как у них там дела. Говорю, Виктор, надо же делать страничку. И он сделал страничку где-то в два часа. Как можно отключить пользователя от интернета? Просто если к провайдеру придет человек из органов и хорошо попросит этого провайдера, то достаточно великая вероятность, что провайдер будет трудно ему отказать. И он просто перекроет доступ к клиенту своему. Дальше больше. Были отключены от интернета все пользователи в Абливской. Кто распорядился, неизвестно. Дальше совсем интересно. У Виктора Скидана отключили телефон. Кто, зачем? Ответа тоже нет. В станицу не поступали ростовские и московские газеты, в которых сообщалось, что происходит в Абливской. А местная газета сообщила об эпидемии лишь на 14-й день после того, как она разразилась. Информационный вакуум. Напомню, все происходит не в 69-м, а в 99-м году. Хотя о временах 30-летней давности кое-что напомнило. Начали глушить радио. Более 20 лет я этого не наблюдал. Но, к сожалению, где-то 21-го числа, примерно в середине дня, в 20-20-20-30 я работал с своими друзьями в эфире в диапазоне 7 мегаерц. И друзья поинтересовались состоянием дел у нас по эпидемии в станице Абливской. Как только начал я давать информацию о положении дел в эфире, значит, сразу же настроилась неизвестная для меня станция. Я услышал настройку и следом пошел сигнал глушилки. Ну, знаю, опыт у меня есть, конечно, работаю в эфире. Я с ребятами дарился, перестроил здесь на другую частоту. Через некоторое время опять эта же глушилка с тем же самым почерком появилась на уже другом участке диапазона. Кому-то было очень невыгодно, чтобы информация о том, что происходит в Абливской, выходила за околицу станицы. Кому? Как вы считаете, Нелли Петровна? Ну, во-первых, я не вижу, кому это было выгодно. И по фактическим действиям это никак не подтверждается. Я даже не подумала, что развернется такая шумиха. Мы же, жители нашего района, понесли колоссальный экономический вред от того, что вот такая информация поступила. Колоссальный. Я вам назову примеры такие. Нас бомбардировали. Самовольно запретили остановки поездов у нас на станции Абливская. Автобусы перестали заходить к нам в районный центр. Вот, кстати, когда Геннадий Григорьевич приехал к нам, это были первые к нему обращения людей. Ну, как представитель центра из Москвы. Почему? Он возмутился. Он из приемной нашей звонил в Министерство путей сообщений, разбирался. На каком основании? Да вот так мы прочли в интернете, что там вот такие вещи творятся. А вот вообще... Нашу продукцию перестали приобретать. Масло сливочное, мед, арбузы. Ну, то есть в блокаду взяли. В прямом смысле слова. Ну, действительно, а чего администрация, собственно, боялась-то? Ну, что вот, почему нужно было скрывать, что станица настигла вот такая неизвестная болезнь? Да не то, что мы не боялись, мы все... Не боялись, не боялись. Да ну что вы? Никто не скрывал абсолютно. Ну, это совершенно, ну, абсолютно неправильно. А что ж Виктор-то? Ну, абсолютно. А что ж Виктор-то? Тут я и хотел ему задать этот вопрос. Вот он, например, сообщал, первым удрал глава администрации. Там следующая была страничка. А он действительно удрал? Уехал? Значит, на минуту не выезжал из района глава администрации. Ну, это могут подтвердить все. Это я ж не честь мундира тут защищает. Так что, да? Что? Что не выезжал даже на одну секунду. Не выезжал, да? Даже по надобности он все выезды откладывал, говорил, у нас чрезвычайная обстановка. На Виктора Скидена заведено уголовное дело. Вот обвинительные заключения. При рассмотрении уголовного дела номер 994-80-40 было выяснено следующее. 14 июля 1999 года из здания районного узла связи через всемирную компьютерную сеть интернет Скиден Виктор Федорович из-за неприязненных отношений к главе администрации Обливского района Трехсвоякову СН и, имея умысел на распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство главы администрации во время эпидемии Конго-Крымской геморрагической лихорадки, передал следующее. Глава администрации смылся, его дочки тоже не видно. Своими действиями Скиден В.Ф. совершил преступление, предусмотренное статьей 129, пункт 1 УК РФ «Клевета». Итак, неприязненные отношения. Виктор, а вы хорошо знакомы с главой администрации? Трехсвоякова. Пока на меня не возбудили уголовное дело, я даже не знал, как его по отчеству. Так. В моем уголовном деле есть документ за подписью Дундукова и печатью администрации, в котором черным по белому написано, что глава администрации 13, 21 и 27 июля выезжал в краткосрочной командировке. Так что факт подтверждается, что его в этот момент могло и не быть в облизке. Нель Петровна, значит, глава администрации, стало быть, глубоко оскорбился и подал в суд на Виктора Скидена. То есть он призывает к отведу инвалида второй группы, насколько мне известно, безработного отца четверых детей. Как вы это расцениваете, Нель Петровна? Ну, о том, что он инвалид и имея четверых детей, наверное, Виктор Скиден знал и в момент, когда писал, что смылся глава администрации. То есть это взрослый человек, семьянин, имеющий четверых детей, должен отвечать за свои поступки. Мы располагаем документальным свидетельством. Это интервью было записано в Обливской в сентябре этого года. Задать вопрос никому и получить ответа не около. Одна ложь сплошная и все. И издевательство над людьми больше ничего. Страшнее всего боюсь, что если, выдав камеру и не поняв правильно, то загноят вообще в этой Обливской. А выехать уже по своему даже состоянию, вообще сейчас дом в Обливской не продать. Ни за какую цену. Собственно говоря, и идти некуда, и уехать некуда. И последствия боятся своих высказываний, мнений. Недавно мы получили письмо из Обливской. Здесь много чего о том, что творится в станице. Я не буду зачитывать все письмо, а прочту финальные строки. Правду люди могут сказать только один на один. Поэтому и своего имени не сообщаю. И все-таки я надеюсь на чудо, хоть на какое-то торжество справедливости. Нель Петровна, почему люди так запуганы? Ну, наверное, обобщать нельзя. Конкретный какой-то факт, кто-то обижен, чем-то обижен. Ну, тут сложно, конечно, сейчас судить вот так анонимно, анонимно написать, обобщая все положение дел в районе. Я не согласна с этим. Виктор, а как дальше развивались события? Сначала съели с работы. А кем вы работаете, простите? Работал. Я работал электромехаником АТС. Уволили? Мягко говоря, попросили уволиться, чтобы не было хуже. А с вас взяли подписку о невыезде? Подписку о невыезде дважды с меня брали. Первый раз это было в конце августа. И второй раз, вот, буквально неделю назад. И оба раза с нарушением моих прав, так сказать. И все же вы решились приехать в Москву, чтобы участвовать в программе, как это было, да? Конечно. А вот, Налья Петровна, как вы считаете, по возвращению в Обливскую Виктору дадут встретиться с семьей или сразу, как говорится, дадут под стражу? Ну, время покажет. Пожалуйста, вот женщина во втором ряду просит слово. Мне хочется задать вопрос Виктору, зная то, что предстоит ему, вот, уголовное дело и вот такое отношение, повторил бы он свой поступок? Потому что, мне кажется, несмотря ни на что, несмотря на улыбки вот тут присутствующих администраторов, главного врача, я считаю, что человек решился на поступок. И здесь очень присутствует в студии много молодежи. И мне кажется, что очень многое зависит сейчас от его ответа. Он пошел против многих, не побоялся администрации. Это очень серьезный вопрос, мне кажется. И он непроизводно стал героем, потому что, я думаю, что в этой станице Обливской очень многие благодарны ему. И неизвестно, были бы еще жертвы потом или нет. Ну, что, глядя, как говорится, издалека на все эти события, ну, у меня еще и впереди много предстоит, по-моему. Ну, я думаю, все-таки, если бы повторилась такая ситуация, я бы поступил точно так же. Ну, может быть, даже еще более профессионально. К сожалению, у нас больше речи идет, допустим, о Юрии Скидане, который на территории больницы, как я, Викторе Скидане, который на территории больницы вообще ни разу не был. Оказывается, это он герой. А я думал, что герои это врачи, которые там находились днями и ночами. Да, пожалуйста. Первый ряд, микрофон. Мне кажется, Виктору не надо бояться того, что с ним случится. С ним теперь ничего не случится. Мы в студии все за него. А администрация ему должна быть благодарна. Стянули большие силы, дали большие деньги маленькой больнице. Да, врачи-герои. Но вы знаете, вы до этого передавали, что в Волгограде 30 человек умерло, никто об этом не узнал. А здесь всего 6. И слава богу, что больше никто не умер. Держитесь, Виктор. Спасибо. Станица Обливская пережила 14 драматических дней. Итог эпидемии. Всего заболели 81 человек, 6 умерли. Из них трое дети. Как это было, мы восстановили. Но что это было? Ответ пока неизвестен. Или, по крайней мере, ответ неоднозначен. Эпидемия, разразившаяся в июле в станице Обливской, остается загадкой. И еще. Речь не только о диагнозе. Речь о простых истинах. Информация должна быть открытой и доступной. Никого нельзя преследовать за ее распространение. Во всяком случае, так написано в этой книге. Это конституция Российской Федерации. Я благодарен всем вам за то, что вы приехали сегодня к нам в студию. Всего вам доброго. И вам. Вы смотрели программу «Как это было». Субтитры создавал DimaTorzok